Меня зовут Светлана Удильная и это Красоты Радио. У каждого из нас есть домашняя аптечка, в которой находятся наиболее востребованные лекарства на все случаи жизни. Там есть средства от боли, от простуды и от всего-всего. Удивительно, но при всей любви наших людей ко всему природному и натуральному, максимально натуральными лекарствами, которые можно найти в среднестатистической аптечке, оказываются настойка валерьян или какой-нибудь травяной чай. Об эфирных маслах, как об одном из самых эффективных и безопасных природных лекарств, многие забывают. При этом эфирные масла могут пригодиться при лечении самых разных заболеваний. Мастерски в опросах эфирных разбирается генеральный директор компании МИКО Екатерина Маденцева. Здравствуйте, наконец-то Новый год позади. Сегодня первое число, все проснулись. У кого-то наверняка головная боль, ощущение, где я, с кем я и зачем я вообще проснулся. Понимание, что три дня предстоит то же самое, в принципе. Я рекомендую женщинам позаботиться о своих мужчинах, взять в руки маска лицея, капнуть одну капельку на ложку меда и выпить со стаканом воды. Маска лицея, она выводит интоксикацию из организма. Вот таким образом человек быстро приходит в себя. Проверено, доказано. Очень рекомендую. Второе свойство лицея – это высыпаться за 6 часов. То есть тоже в эти выходные у кого-то начнется утром уже вечер, у кого-то вечером начнется утро, не пойми как. А лицея, она, по-моему, может вот эти циклы сна и бодрствования объективизировать и выспаться за короткое время. Если вас случайно награнили гости, а вы только что спали, поможет быстро прийти в себя. Ну и как же провести эти дни с пользой для семьи, для своего здоровья? В основном, конечно, задача женщины – наполнять атмосферу, создавать настроение в семье. Как же это сделать, чтобы эти праздники превратились не просто в обыденное, сегодня были мы в гостях, завтра идут к нам гости, три дня мы доедали этот салат оливье, а чтобы действительно каждый день был не похож друг на друга и чтобы было именно такое единение семьи. Во-первых, с помощью эфирных масел можно создавать романтическое настроение. Можно зажигать свечи в квартире, можно ароматизировать эфирными маслами вино. Пять капель на бутылку красного вина, как глинтвин, когда мы готовим, добавляют масло шалфея мускатного, иланг-иланга. Таким образом, вино и так оно расслабляет, а эфирные масла, они дополнительно еще раскрепощаются, создают вот эту уютную атмосферу. Также можно взять и один раз постирать постельное белье, на котором отдыхаем, с эфирными маслами. Можно взять масло герани. Я вообще масло герани рекомендую женщинам после 30, потому что после 30 масло герани позволяет найти новые грани в любовных отношениях, по-другому раскрывает женщину. Поэтому тоже можно, в принципе, использовать масло герани для ароматизации постельного белья. Постирать шелковую сорочку тоже с эфирными масками, с капелькой эфирного маска на моющее средство. Вообще устраивать можно не только себе праздник, но и создавать атмосферу в детской комнате. Один вечер взять и посвятить, что целый день будем делать игрушки с детьми. Или пить печенье имбирное. И тоже можно зажечь аромалампу, где будут маска мандарина, ели, маска корицы, каждая маска по капельке. И таким образом даже настроение и вот эта атмосфера доверия, она тоже будет раскрываться в семье по-своему. Второй момент. Конечно, наверняка многие проснулись и понимают, что завтра пойдут в гости, подарок не куплен. Я рекомендую купить, конечно же, нашу косметику. Продается она в магазине Сент в ЦУМе на первом этаже. Косметика МИКО – это подарок, который не просто приятно пахнет, это действительно подарок, который будет нравиться и о вас будут вспоминать в течение полугода, пока пользуются этой косметикой. Поэтому я рекомендую сделать проверенный выбор. Екатерина Матенцева – генеральный директор компании МИКО. Компания МИКО использует только стопроцентные натуральные компоненты без единой капли химии. Они изготавливают косметику по старинной технологии, сохраняющей все полезные компоненты. Тщательно выбирают поставщиков сырья, которым важны принципы натуральности и экологичности. Редактор субтитров А.Семкин